В эфире информационная программа «Пульс города». Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сдача в эксплуатацию детского сада на Первомайской затягивается. Какие меры намерены предпринять районные власти? Вопрос решен, кто теперь будет заниматься пассажирскими перевозками? Стартовал интеллектуальный конкурс «Скандалакша» через века и годы. Участникам предстоит найти семь чудес «Скандалакши». Сегодня начальники сразу трех отделов районной администрации провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о том, как в «Скандалакше» ведется работа по благоустройству. Отдельно в ходе беседы была затронута тема строительства целого ряда объектов. Началась встреча с тем приятных. Районные власти определили подрядчика, который займется ремонтом дорог. Выполнять заказ будет мурманская фирма УК МДУ. Объем работ по реконструкции полотна довольно большой, но финансирование позволяет. В этом году на приведение в порядок кандалакшских дорог направлено 63 миллиона рублей. «Контракт будет заключен 20 мая 2013 года. Сейчас специалисты данной в отрядной организации и специалисты нашего учреждения проводят объезд тех объемов и уточняют объемы, которые будут выполнены в рамках этого контракта. Как нам пообещал подрядчик, приступят они к выполнению данных работ где-то после 25 мая, когда будет работать уже асфальтовый завод, приступят к работе». Привести в порядок местные власти намерены не только дороги, но и улицы. И здесь никак не обойтись без помощи и участия кандалакшан. В первую очередь предпринимателей. Субъектов малого и среднего бизнеса попросили привести в порядок прилегающие к торговым точкам территории. Самых активных пообещали поощрить. «Хотелось бы отметить, что мы традиционно и в этом году будем конкурс по благоустройству для субъектов малого и среднего предпринимательства объявлять в июне месяце. Поэтому ждем заявок, предложений от хозяйствующих субъектов». Немного усилий, капельку фантазии, чуть-чуть желания сделать свой город краше и дело пойдет, уверены в администрации. Кандалакша преобразится, а вот изменится ли хоть что-то на строительных площадках детских садов пока не ясно. К подрядчикам, работающим на защитников Заполяря, нареканий нет. Последствия недавнего инцидента, когда обвалилась крыша здания, уже устранены. «Причем устранены они, как я ранее говорил, за счет подрядчика, силами и средствами подрядчика. Также жители города могут видеть, что, собственно, эта аварийная ситуация не задержала темповедения работ в значительной мере, потому что работы сейчас уже идут на следующем этапе, перекрывается крыша». А вот с работниками, которые занимаются реконструкцией сада на Первомайской, понимание достигнуть пока не удается. Все сроки сдачи объекта сорваны. Единственное решение в этой ситуации – поменять подрядчика. «Если в ближайшее время и темпы, и качество работ не будет выведено на должный уровень, то, я думаю, муниципальное образование вынуждено будет рассматривать вопрос о расторжении контракта. Это не лучший выход из ситуации, потому что уже вложены значительные средства в реконструкцию. Но, тем не менее, вопрос ставится очень серьезно. Что же касается строительства многоквартирных домов, то здесь у чиновников нет претензий. В 20-х числах мая в районе улицы Пронина начнутся работы по возведению двух малоэтажек. Стройка, расположенная по соседству, тоже идет нормальными темпами. А значит, есть надежда на то, что подрядчики уложатся в установленные сроки. Компания, которая займется пассажирскими перевозками на маршрутном такси. За право получить контракт и в течение ближайшего года осуществлять транспортное обслуживание пассажиров боролись две организации. Подробности далее. Компания, которая займется пассажирскими перевозками на маршрутном такси, определена в ходе конкурса. Заявки на участие в нем и пакет необходимых документов направили две организации – ИП «Григорьев» и ООО «Гармония». Оценивала претендентов специальная комиссия и сотрудников администрации, депутатов и представителей ГИБДД. Были проведены оценки заявок. Там порядка 15 факторов. Наличие нарушений ПДД, наличие нарушений лицензирования, наличие стоянки собственной, договора определенные. В общем, есть пакет документов, которые требуются по закону. Два раза собиралась комиссия и на основании итогового протокола было принято решение признать победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью «Гармония». Срок действия контракта на обслуживание населением маршрутным транспортом заключено СОО «Гармония» до 14 мая 2014 года. В течение этого времени организация обязуется осуществлять перевозку пассажиров по маршруту КАС «Кольцевая». На линию, согласно договора, будут выходить 20 газелей. Интервал движения маршруток не должен превышать 5 минут. Следить за этим будет специальная комиссия. С сегодняшнего дня на территории всей Мурманской области будет проходить акция «Внимание, дети». Главной её целью является предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних участников дорожного движения. Приближаются летние каникулы, и дети всё больше времени проводят на улице. Поэтому сотрудники ГИБДД призывают водителей быть более внимателями на дороге. Особенно в тех местах, где дети появляются чаще всего. Например, у школ или в районах крупных торговых точек. Соблюдение скоростного режима и требований дорожных знаков, по мнению автоинспекторов, должны снизить количество ДТП с участием несовершеннолетних. Тем более, что в Кандалакшском районе за истекший период текущего года уже зафиксировано 4 случая детского дорожно-транспортного травматизма. Будет организовано в рамках проведения профилактического мероприятия, организовано выставление дополнительных нарядов ДПС. Будут проводиться мероприятия по выявлению и пресечению отдельных видов нарушений правил дорожного движения. В основном это, если брать несовершеннолетних, то пешеходы, управление велосипедами, скутерами. Но также будут проводиться мероприятия, связанные с выявлением и предупреждением нарушений правил перевозки пассажиров несовершеннолетних и малолетних. то есть использование ремней безопасности, использование специальных детских удерживающих устройств, а также нарушения, которые связаны с проездами водителями пешеходных переходов. Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до 2 июня. При этом соблюдать правила дорожного движения должны не только те, кто сидит в машинах, но и водители скутеров и велосипедисты. Так, например, 14 мая около 8 вечера произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток 15 лет. По предварительным данным, велосипедист, подросток, выезжая из прилегающей территории на привокзальной площади, не уступил дорогу движущемуся легковому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение. В результате падения с велосипеда подросток получил телесные повреждения, это тупая травма живота и перелом одной из костей, с которыми он был госпитализирован. Сотрудники ГИБДД призывают и взрослых подключиться к решению проблемы детского травматизма на дорогах, напомнить маленьким пешеходам об элементарных правилах дорожного движения и личной безопасности на проезжей части. Тем более, что если ребенок неоднократно нарушает ПДД, к ответственности могут быть привлечены и его родители. Сотрудники следственного отдела, расположенного по адресу Набережная 119, проведут личный прием граждан. Он состоится 16 мая с 11 до 13 часов. Прием будет вести руководитель регионального следственного управления Николай Алексеевич Коднов. Предварительно можно записаться по телефону 554-44. Управление образования информирует о наличии путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет. За средства родители и ребята смогут отдохнуть на Азовском море в детском оздоровительном лагере «Мир» в период с 22 июня по 12 июля. Также есть путевки и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период с 9 по 29 июня они смогут провести каникулы в Федеральном детском центре «Смена», расположенном в городе Анапа. О направлении ребенка в лагерь обращаться в 404-й кабинет администрации. В предстоящие выходные пройдут два крупных спортивных мероприятия. В субботу, 18 мая, в Кандалакшском индустриальном лицее состоится открытый и лично командный чемпионат города по пауэрлифтингу. За победу поборются силачи в семи весовых категориях. Начало соревнований в 12 часов. А в воскресенье, 19 мая, во Дворце спорта, встретятся участники второй городской спортыкляда трудящихся. Команды сразятся в настольном теннисе. Решением Кандалакшского суда удовлетворено исковое заявление прокурора о строительстве моста через реку Олвица. Данный социально значимый объект долгое время находится в практически разрушенном состоянии, что препятствует передвижению по нему транспортных средств. По итогам проверки прокуратура города обратилась в суд с иском об обязании администрации Кандалакши построить новый мост. Срок до 1 ноября 2014 года. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Специальная комиссия управления образования приступила к рассмотрению кандидатов на получение премии Надежды Кандалакши. Она присуждается по ходатайству школы ребятам, наиболее отличившимся и проявившим себя в учебе. В этом году на получение премии заявлено 13 школьников. Из их числа комиссии предстоит выбрать 5. Торжественное вручение пройдет в период последних звонков на торжественных линейках. С сегодняшнего дня стартует интеллектуально-краеведческий конкурс Кандалакши через века и годы. Он проводится уже в десятый раз и в этом году посвящен 75-летию со дня присвоения Кандалакши статуса города. К участию приглашаются молодые семьи и подростки. Краеведческий конкурс Кандалакши через века и годы давно стал традиционным и любимым среди горожан. Он пройдет в два этапа и его центральной темой в этот раз станет юбилей нашего города. Первый заочный этап стартует сегодня и продлится до 20 августа. Конкурсантам предстоит выполнить ряд заданий, подготовленных организаторами. Пять заданий. Первый – это краеведческие задания, посвященные истории Кандалакши и Мурманской области. Всего 10 вопросов. Второе задание – это поморское оговорие. Детям необходимо перевести русские пословицы и поговорки на поморский лад, то есть подобрать аналоги. Третье задание – составить ребус-фразу, используя правила составления кроссвордов. Четвертое задание – нужно назвать «Семь чудес Кандалакши». И пятое задание – творческое – подумать о том, как будет выглядеть Кандалакша к своему 100-летнему юбилею, то есть пофантазировать на тему «Кандалакша – город будущего». Те, кто успешно справится с заданиями первого этапа, перейдут во второй, который намечен на сентябрь. Они отправятся в путешествие по Кандалакшскому берегу. Для того, чтобы стать участником конкурса «Кандалакша через века и годы», необходимо зарегистрироваться и скачать задания на сайте, или получить их в любой библиотеке города и района. Конкурс «Кандалакша через века и годы» – конечно же, не единственное мероприятие, которое проходит в эти дни в нашем городе. В преддверии празднования 75-летия организуются концерты, фестивали, творческие площадки и выставки. Так, недавно сотрудники архива подготовили экспозицию из редких фотографий, увидеть которые теперь можно, просто прогуливаясь в центре города. Выставку фотографий под названием «Кандалакша сквозь время» теперь можно увидеть сквозь стекло витрина магазина «Радуга». Именно сюда экспозиция переехала из музея истории. Это своеобразный фотоотчет, на котором запечатлены основные моменты развития нашего города, его история, культура и спорт. А также те люди, благодаря которым Кандалакша строилась и росла. Всего на выставке представлено несколько десятков фотографий. Инициатива ее создания принадлежит сотрудникам архива, сумевшим отобрать из сотен снимков самые яркие и интересные. Данная экспозиция стала еще одним подарком, подготовленным к празднованию 75-летия Кандалакши. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району будет переменная облачность. Ветер западный 7-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 3 градуса. Днем сохранится преимущественно ясная погода. Ветер западный до 11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12, плюс 16 градусов. Атмосферное давление будет расти. 16 мая солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. В ночь на 17 мая будет облачно с прояснениями. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха плюс 4, плюс 5 градусов. Днем будет переменная облачность. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха от 15 до 19 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет падать. 17 мая солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!